всем привет я вам сегодня покажу условия содержания декоративных птиц таких как канарейки амадины тоже подходят попугаи подходят но и также подходят певчие дикие лесные птицы также расскажу вам трогательную историю о спасении лесной птички певчий владела кошки напали на слетка щегленка но благо я оказался рядом я спас этого щегленка принес домой завернул тряпочку небольшую положил в коробочку начал кормить потихоньку поить капал на клювик водичку глюкоску капал щегленок пошел на поправку и вот сегодня он уже полностью можно сказать выздоровел я вам сегодня продемонстрирую в новой клетке такие клетки я изготавливаю сам старательно с любовью вкладываю душу если вам понравится подобная клетка вы можете заказать для своих пернатых питомств данную клеточку я сделаю персонально для вас буду стараться вложу душу в эту клетку и вы когда приобретете эту клеточку то вам будет приятно смотреть на такую клетку ваша птичка будет там чувствовать себя комфортно радовать вас и все будет у вас хорошо домашний уют и и прочее и прочее и так отправляемся сейчас смотреть обзор клетки и обзор спасенного щегленка вот так вот выглядит клеточка клеточка большая высота клетки 50 сантиметров длина 70 ширина 30 и вот это чудесное божье создание посмотрите на это сокровище вот он щегленок малыш но он уже полностью окреп и стал самостоятельным девочка это ли мальчик пока сказать сложно чувствует он себя очень хорошо видит как прыгает по жердочкам жердочки я кстати сделал из натурального дерева давайте вам крупным планом покажу также хочу заметить диаметр палочек этих жердочек абсолютно разные посмотрите какой здесь здесь уже идет тоньше здесь снова толще то есть птица прыгает и каждый раз раз разминает свои пальчики лапки чтобы не было никаких дефектов вот и жить как летает не то что перепрыгивает а прям летает парит крышками машины самое что хочу обратить внимание смотрите набор входит для начинающих кто хочет заниматься разведением допустим канареек но также повторюсь это могут быть щегу и чижи и снегири очень хорошо живутся есть вот такой вот гнездо гнездышко вот это гнездодержатель смотрите он тут кронштейнами это все регулируется на данную толщину если у вас тоненькая клетка вы подкручиваете как надо и потом устанавливаете куда вы будете это устанавливать смотрите данная клетка обладает боковой дверцей боковая дверца может быть расположена слева может быть справа и так берем сейчас по порядку все покажу расскажу вставляем гнездышко вот гнездышко вставили идем сюда открываем дверцу и вот эти вот кронштейны они как раз вот так раз а там у вас гнездышко вы его плотненько туда вставить чтобы он прям туда ушло вот если можно отсюда вам покажу вот видите гнездышко вы его плотненько туда вставили чтобы птица его не достала и не улетела вот видите абсолютно плотно все это зашло и все это держится никуда не денется здесь будет у вас сидеть самочка канарейки здесь укрытие все уютно самки канарейк очень любят такие укрытия так установили вы гнездышко это называется гнездодержатель он идет отдельно кому нравится можно заказать отдельно сделаю прям такую конструкцию вместе с гнездышком все это поедет к вам на адрес приедет все целенько значит дальше здесь есть центральный вход кормушка меня спрашивают часто как ставится кормушка смотрите вот кормушка если вас так кормушка разобьется в любом жиломагазине можете купить новую все это стандартные есть заменяется и вот там она ставится раз все вы кормушку установили она никуда не девается ведь как крепко там будет корм также можно установить дополнительно подменял под морковку под яйцо под мягкий корм вот такую дополнительную миску тоже хорошо получается насчет воды есть поилки специально подобраны я прям подошел ответственно и заказал много таких поилочек они очень хорошо подходят под данные клетки бывают поилки разные какие-то сложно вставляются какие-то выпадают наоборот а вот эти самые хорошие так что если надо пожалуйста обращайтесь пришлю дальше идем давайте еще посмотрим моего малыша какой он непоседа какой он непоседа вот вид как хорошо вовремя я увидел что кошки напали на этого замечательного оседленка я отбил его у кошек у него были повреждены крылышки но видимо недостаточно кошки его потрепали я его спас отпоил глюкозой и первое время его под лампочкой грел он пришел в себя видит как он пьет там воды нет но он уже знает что там есть вода очень умная птица красавец и так дальше от кошек я его отбил спас выкормил выпалил выходил теперь он у меня в принципе может даже ручной стал но отпускать его в дикую природу я боюсь вдруг его снова съедят кошки а у дикой природе птицы живут недолго три-четыре года их убивают хищники в основном и кошки это самое такое по показателям от чего гибнет птица от хищных птиц и от кошек ладно будем о хорошем что еще входит набор клетки сразу на видео было такая такой вот турник кронштейн вы скажете что это такое непонятное изделие сейчас вам все объясню когда вы откроете клетку вот у вас получается здесь порог берем это дело и мы таким образом легким движением руки устанавливаем вот раз все установили установили дальше у всех у нас есть такие замечательные ванночки которых купаются птицы видите здесь крючки вот они вверху крючочки легким движением руки знали подставляем это дело под воду наливаем воды желательно от стойной смотрите легким движением руки раз все здесь у вас птица не пройдет здесь не пройдет здесь не пройдет все хорошо тут буквально вот ладошка слегка пролазить птица не пройдет вот так вот выглядит полностью укомплектованная клетка то есть здесь есть кормушка подмел гнездо купалка поилка и в этой клетке 4 жердочки в основном клетки идут 2 жердочки но в моих клетках могут быть и 4 и 6 и 8 жердочек сколько пожелаете столько жердочек и сделаем вон он мой любимчик друзья пройдет немного времени этот маленький сигульчик покажет себя покажет свою песню если это мальчик будет прекрасно петь если это девочка она будет просто радовать себя своим присутствием как поступить в дальнейшем я пока не знаю выпускать дикую природу прирученную птицу можно потому как ученые написали много книг где они описывают поведение если ваша дикая птица которую вы приручили а вы ее приручили но и вот она в природе дикой выросла у нее есть инстинкты которые вам не переделать если вы ее там за неделю за месяц и там за полгода приручили посадили на свое питание ничего страшного если птица физически здоровая то вы можете с полной уверенностью выпускать ее в дикую природу только не зимой когда сильный мороз выпустить можно весной летом когда большой большой обилие кормовой базы птица будет кормиться адаптируется и пойдет спокойно в дикую жизнь еще раз повторю много достаточно много литературы свидетельствует о том что такие методы делались и птица нормально адаптировалась ученые биологи доказывали потому как бытует мнение диванных экспертов что вот птицу приручил как она теперь начнет кушать все будет нормально главное чтобы птица могла летать если птица летать не умеет конечно в дикой природе она пропадет все спрятался мой щебленок друзья обязательно подпишитесь на канал напишите в комментариях как вы считаете стоит ли выпускать дикую природу или пусть живет дома хороших условиях домашних условиях это птичка до скорой встречи номер телефона будет в описании будет на экране по этому номеру вы можете позвонить и заказать себе замечательную клетку до скорой встречи